Телефонное мошенничество – хитрости преступного мира. Сегодня в нашей программе мы в очередной раз рассмотрим, какие есть виды мошенничества по телефону и как быстро распознать жуликов. Как не стать жертвой обмана? Ваш родственник попал в ДТП. Если раньше приходили смс-сообщения, либо поступали звонки, и люди оформляли кредиты, либо переводили денежные средства, то, к сожалению, сейчас это стали являться факты очень массовых контактных мошенничеств, когда за денежными средствами приходит курьер. Смотрите сегодня в 18.15 программу «Прокурор в теме». Должностные лица не будут требовать у вас никакие денежные средства. Никогда они не будут требовать у вас перевода денежных средств ваших, либо ваших накоплений, либо сообщений какой-либо конфиденциальной информации посредством телефонной связи. Гость в студии Евгений Московцев, исполняющий обязанности прокурора города Самары.